Немножко расскажу о том, чем мы будем сегодня заниматься. У нас сегодня встреча посвящена Bittrex, изменениям, которые произошли в последних версиях его, и нововведения. А также у нас есть, как мы уже тут выяснили, в аудитории слушатели, которые в целом хотели бы познакомиться с этим инструментом, то есть они не знают в деталях его возможности. Поэтому немножко, наверное, начну с рассказа о том, что это за продукт, а уже затем покажу некоторые новинки, некоторые нововведения, которые совсем недавно в 18.0, 18.5 версиях появились, ну, в том числе и в лицензиях. Наши семинары, они открытые, проходят в нашем центре специалисты регулярно, как предназначение их дать нашим потенциальным слушателям информацию какую-то по направлениям, которые есть у нас, ну и в целом познакомиться с преподавателем, познакомиться с форматами, инструментами, которые мы используем во время наших занятий. У нас сегодня около сотни человек на удаленных и по аудитории у нас наполовину заполнено, так что довольно большой спектр интересующихся сегодня собрался. Меня зовут Яков Михайлович Васин, информацию обо мне можно найти на сайте Специалист. Я буду стараться построить занятие так, что вначале мы рассмотрим нашу тему, я немножко расскажу, а, соответственно, потом можно будет разобрать какие-то вопросы, которые у вас есть по теме или по теме обучения у нас в центре и так далее. Вопросы также можно задавать в чате, единственное, что хочу сказать, что голосом не получится, очень много людей и они будут перебивать друг друга, поэтому я отключил сейчас трансляцию голоса. Но в чате можно будет, и я обязательно выделю время для того, чтобы ответить на вопросы. Сертификации мои и курсы, которые я веду, ближайшие можно посмотреть на сайте Специалист, как я сказал. И параллельно вот сейчас прямо мы с нашими инженерами развернули виртуальную машину, устанавливаем битрикс для того, чтобы показать какие-то вещи напрямую на живой реально работающей системе. Это еще займет какое-то время, поэтому я сейчас перейду уже к началу нашего мероприятия. И занятие, ну не занятие, а встреча наша будет длиться 45 минут, она довольно небольшая, поэтому рассчитывайте свое время. Итак, пока идет установка моей реально работающей живой системы, я переключусь на сайт битрикс для того, чтобы что-то можно было вывести. И для особенно тех, кто, возможно, не знаком с самой системой, буквально несколько слов, что сейчас, в настоящий момент, если вы хотите создать сайт, сайт хотят сейчас создать почти все. Единственной альтернативой сайты являются социальные сети, группа в социальных сетях, страница в социальных сетях не такой полноценной. Но в любом случае сайт это очень важный элемент маркетинга, без него вы не можете собрать аудитории чаще всего, ну или как минимум в таком объеме, с такими возможностями. Сайт все-таки принадлежит вам, он имеет свой некий бренд, соответственно, если вы будете вести какие-то рекламные, ремаркетинговые активности и приводить людей к вам на сайт, уже дальше на сайте они будут конвертироваться. Это, как правило, более правильная стратегия, нежели чем вы вообще будете избавлены от наличия сайта. И такое сейчас возможно, есть масса тому примеров, но тем не менее, все-таки наличие сайта обязательное условие, скорее обязательное пока еще. И сделать вы его можете с помощью либо конструкторов, которые все, наверное, хорошо знают, это разного рода, тиды, виксы и так далее, или с помощью CMS, Content Management System. Это целая группа продуктов, Content Management System, вот Bittrex, компания 1S Bittrex выпускает один из таких продуктов. На нашем отечественном рынке в настоящий момент этот продукт является лидером среди платных систем. Называется он полностью 1S Bittrex управление сайтом. Информацию о нем вы можете найти на сайте самого Bittrex в разделе о продукте, либо в разделе что нового. Кроме управления сайтом, его, кстати, сокращенно специалисты все называют BUS, просто Bittrex управление сайтом. Дело в том, что у Bittrex также много еще и других продуктов, интернет-магазины, мобильные приложения, разного рода CRM-системы типа Bittrex 24 и так далее. Поэтому сразу хочу сказать, что я буду сейчас акцентировать внимание именно на продукте CMS Bittrex управления сайтом. Последняя актуальная версия 18.0 и 18.5 это активные обновления, которые Bittrex выпускает два раза в год и вот о нем как раз и будет сейчас идти речь. Что такое CMS? Чем она хороша? Контент-менеджмент-система устанавливается у вас на хостинге и при этом вы полностью контролируете все файлы на вашем сервере, вы полностью имеете доступ ко всем возможностям системы, изменениям. Вы можете в нее имплементировать все, что хотите, адаптировать ее под ваши задачи и так далее. Например, если вы используете конструктор, то в этом случае у вас нет доступа к исходному коду системы, у вас нет доступа к хостингу, у вас нет возможности по имплементации расширенной, каких-то систем аналитики, внешних каких-то систем подключения. То есть они, как правило, предусмотрены разработчиками, но в рамках каких-то определенных очень строгих условий. В этом смысле CMS – это полное владение сайтом. То есть вы не отдаете его кому-то, вы полностью владелец. И это одна из причин, почему сайты на CMS по-прежнему пока лидируют на нашем рынке. И Bittrex активно конкурирует с всеми хорошо известными бесплатными системами. То есть основными конкурентами на российском рынке у них является WordPress, Joomla, которые, естественно, выигрывают по количеству установок из-за того, что они бесплатны. Но, тем не менее, почетное третье место у Bittrex даже при условии, что он не имеет бесплатной версии в настоящий момент. Итак, я бы хотел перейти к жилому продукту Bittrex. Для этого, кстати, все из вас могут сделать все то, что я сейчас делаю на экране у себя на рабочем компьютере. То есть вы можете установить себе на вашем лэптопе и на вашем десктопе готовую рабочую версию сайта на Bittrex и поиграться с ней в течение 30 дней. Условия лицензии Bittrex предоставляют вам такую возможность. То есть вы видите сейчас, как я выбираю один из сайтов, который предлагает Bittrex в комплекте. В комплекте там, по-моему, 5 решений идет. И вы можете любой из них установить. Это сайт услуг каких-то, сайт интернет-магазина, это сайт торговой компании, ну и так далее. Я сейчас выбрал сайт фотогалереи, то есть специалиста по копирайтингу, по контент-маркетингу, по созданию контента. И вот в данном случае это типичный сайт услуг. Он на примере сайта банка предлагается нам. Здесь представлены какие-то определенные разделы меню с набором каких-то услуг. И это вполне такой работоспособный визуальный формат готового ресурса, который мог бы быть сделан на базе Bittrex. Мы можем с ним поиграться. Итак, я попробую сейчас как раз рассказать немножко о нововведениях. В первую очередь у Bittrex большая радость для нас. Это изменение, связанное с лицензионной политикой. Теперь мы можем создавать на основе Bittrex любое неограниченное количество сайтов. То есть приобретая лицензию на Bittrex, вы теперь можете не ограничиваться двумя сайтами, как это было раньше. Теперь вы можете создать на базе одной лицензии сколько угодно интернет-ресурсов. Соответственно, попробую показать на примере стоимости лицензии. Сейчас у нас есть четыре основные лицензии. Это старт, стандарт, малый бизнес и бизнес. У меня сейчас установлен стандарт, потому что интернет-магазин мне сейчас не нужен будет, мы до него не дойдем. Хотя и в нем есть определенные хорошие изменения дополнительные, но они довольно ожидаемые. А вот лицензия стандарт раньше, так же, как и другие лицензии, предполагала установку только двух интернет-ресурсов. Теперь мы можем в рамках купленной лицензии, допустим, для стандарта это 15900, получить какое угодно количество сайтов на вашем домене или даже на нескольких доменах, что является серьезным изменением. Это действительно стоит, ну, то есть это очень стоящее обновление, и, естественно, это снижает себестоимость создания интернет-ресурсов. Теперь по поводу новых изменений, касающихся, собственно, именно количества сайтов. Почему оно было принято? Теперь в настоящий момент мы можем создавать неограниченное количество лендингов. Все, наверное, знакомы с этим термином. Лендинги сейчас используются, опять же, активно везде в качестве посадочных страниц, куда ведут трафик со всех рекламных активностей. Главная задача лендинга – это предложить пользователю какие-то определенные условия по какому-то продукту или товару. И дальше дать ему возможность познакомиться с преимуществами, поработать с возражениями и предложить пользователю либо оставить контакты, либо получить какой-то материал, промо, бесплатный материал, либо связаться с соответствующим специалистом уже по продажам. Лендинг – это одностраничный интернет-ресурс, имеющий вертикальную воронку конверсий, предназначенный для продажи типового товара или услуги. То есть его задача вполне понятная, стандартная, узкая. И, исходя из понятия термина «одностраничник», наверное, можно было очень сильно сомневаться, что покупая лицензию Bittrex ради одного лендинга вы действуете корректно. То есть это действительно выглядит несколько громоздко. То есть Bittrex с его стоимостью, с его масштабностью и возможностями для лендинга, наверное, избыточен был бы. Но благодаря вот этому кардинальному изменению, о котором я как раз хотел сейчас сказать, мы теперь можем даже в рамках лицензии Bittrex создавать особенно неограниченное количество лендингов. Просто изумительное решение. Итак, вы видите, что у системы есть фактически два интерфейса. Я сейчас буду между ними иногда переключаться. Первый интерфейс – это визуальный, это наш интернет-ресурс. И второй интерфейс – это административный, где уже мы управляем самой системой. И, как вы видите, все это достаточно просто, визуально, понятно. То есть здесь нет никакого программирования, здесь не нужно быть разработчиком, даже не обязательно знать язык HTML. Работать с системой можно человеку, который не обладает знаниями на уровне программирования. То есть, как минимум, администрировать. А сейчас я даже покажу пример, как создавать типичный лендинг. Естественно, не пройду я все шаги, покажу только основные моменты. Но я думаю, вам будет понятно, насколько это просто сделать. По поводу, собственно говоря, лендингов. Сайты 24. Новый, новый, правда, объявленный уже в предыдущей версии системы, но очень серьезно доработанный функционал. Здесь сейчас покажу, что у нас есть. У нас есть некие разделы на сайте, на нашем демо-сайте. Вполне стандартные контакты, услуги новостей о компании. И это мультистраничник, который решает типичные задачи представительского сайта для какой-то организации. А теперь представим, что мы решили запустить какую-то новую услугу. То есть, не то, что сейчас описано в рамках нашего каталога услуга. Например, какое-то нововведение, которое мы бы хотели особенно продвинуть. Либо предлагаем какую-то акцию, либо какие-то эксклюзивные условия. Ну, то есть, что-то, что выбивается из нашего стандартного набора услуг. Как это реализовать на сайте, как это сделать красиво и информативно. Потому что стандартными средствами мы тоже можем в любой момент, в любом разделе создать новую какую-то страницу. Давайте даже покажу пример. Могу прямо в разделе, ну, допустим, здесь же на главной странице сейчас создать раздел. Дать ему название промо, например. И добавить пункты меню. Выбрать пункт меню последним пунктом. Готово. Вот у нас есть новая страница. Пока она будет, наш новый промо лендинг, иметь какой-то дефолтный текст. И вот она уже есть. Дальше нам можно в режиме направки, в режиме работы с визуальным редактором, который вы видите как раз сейчас на экране, наполнить ее какими-то изображениями, текстом, ну и так далее. Не буду сейчас это делать. Это будет... Это понятно, это несложно. И это будет фактически страница в рамках уже имеющегося нашего дизайна. А теперь попробуем посмотреть на возможности сайта 24. Здесь есть опция «Добавить сайт», где мы можем выбрать дефолтные параметры сайта. Мы можем использовать наши стандартные доменные имя, можем использовать разные доменные имена. Эти возможности здесь тоже есть. И надо выбрать директорию какую-то. Вот здесь вот есть папка сайта. Сейчас мы выберем какую-то другую директорию. Идет загрузка. И вот новая страница в рамках нашего корпоративного сайта уже пусть будет. Что, собственно говоря, появилось в Bittrex? Это набор шаблонов, которые вы можете, как вы видите, структурированы по разным тематикам. И этот список очень-очень-очень большой. Кроме того, есть еще большая библиотека шаблонов, которая есть в приложениях 24. Это еще одно облачное решение от Bittrex, где мы можем брать готовые шаблоны для наших будущих лендингов. Выберем что-нибудь из, допустим, дня влюбленных, который у нас скоро будет. Предположим, вы как раз именно к этому дню собираетесь какую-то маркетинговую активность. Развернуть цветовую палитру. Голубенький, наверное, как-то не так. Знаю, на розовенький, может быть, более гламурненько будет. Ну, в общем, на ваш выбор. То есть, возможности есть. День всех влюбленных. Весь этот... Все эти тексты можно изменить. Есть описание. Я сейчас не буду просто ради экономии времени этого делать. И мы нажимаем кнопочку «Создать». Получаем готовый вот такой вот продукт. Фактически почти готовый. Нам остается только с ним немножко поработать. Итак, это уже фактически готовый сайт лендинг, страница лендинг в рамках нашего текущего пока сайта. И здесь уже есть готовый набор блоков. То есть, каждый вот этот элемент – это у нас блок. Причем, блоки мы можем добавлять. Количество блоков не ограничено на странице. Блоки мы можем ударять. Если нам какой-то блок не нужен, мы его запросто можем ударить. Каждый блок мы можем редактировать. То есть, по сути дела, это страница, которая состоит из набора блоков. Любой текст, все, что мы здесь видим, можно переименовать, изменить. То есть, внести какие-то изменения. Кнопка «Редактировать» и «Дизайн» позволяет нам это делать. Давайте попробуем что-нибудь исправить. Ну, хотя бы вот здесь, в первом блоке «Редактировать». Во-первых, «Happy Valentine's Day» мы можем легко, естественно, заменить. На «Отечественный днём влюблённых». Естественно, что и текст пожеланий мы тут можем тоже изменить. Допустим, «Закажи с доставкой букет любимой». Картинки тоже можно изменить. Дефолтные картинки распространяются под открытой рецензией. Вы их можете использовать, но можете использовать и свои. Заголовки, подзаголовки, текст можно отредактировать. Якорь блока, это ссылка на него. Как вы видите, текст изменился. Цвет белый смотрится не очень. Всё это можно исправить с помощью дизайна. Что самое интересное, что страница, она у нас адаптивная. То есть она будет работать и на планшетах, она будет работать и на смартфонах. То есть она автоматически подстраивается под размер экрана. По-прежнему пока старый вариант с десктопом. Десктопом, цвет фона, цвет фона, градиент, внутренние видимости. Хорошо, сохрани его. Вот этот вот элемент у нас тоже является блоком. Его тоже можно отредактировать. У него есть своя кнопка редактирования. То есть, естественно, мы можем поменять логотип, можем поменять ссылочки на соцсети и так далее, и пункты меню. То есть на самом деле не обязательно рассматривать это как исключительно лендинг. Тут могут использоваться, то есть создаваться и полноценные многостраничные сайты. Попробую добавить какой-нибудь блок из имеющихся. Например, вот в этом разделе я хочу где-то здесь, наверное, вот этот блок я хочу удалить. Вместо него хочу добавить другой блок. И тут появляется большой, огромный список разных типов блоков. Это может быть обложка, текст, это может быть какие-то колонки. Так, найдем что-нибудь. Подвал сайта, сайтбар, CRM-форма. CRM-форма интересна. Позволяет тарифы выложить, контакты, социальные сети, этапы, отзывы. В общем, здесь выбор довольно богатый. Давайте выберу пока CRM-форму. Форма с текстом слева. Вот такой вариант. Где она? Вот, нет, да, это она. Вот она просто уехала вверх. Естественно, что ее тут тоже можно отредактировать, текст, контакты, и пользователь может здесь оставить какую-то информацию, либо воспользоваться нашими уже готовыми предложениями, контактный форум. Это просто пример. Я показал его только для того, чтобы продемонстрировать, что блоки могут иметь любые возможности по редактированию. После этого мы можем посмотреть, как будет выглядеть наша страница на планшетах и на смартфонах. На смартфонах это будет большой длинный лендинг, который можно вот так проматывать. Текст, который я написал, кто-то уехал, то ли в историю, текст просто в адаптивном формате не отображается, но тем не менее форма появилась наша контактная. Допустим, все возможности у нас есть. Предпросмотр показывает нам, как это все будет в итоге смотреться на десктопе сейчас. Супер. Предположим, что все эти изменения меня устраивают. Я жму опубликовать страницу. В настройках страницы можно задать ее дополнительные опции. Ну да, лицензии у меня отсутствуют. К сожалению, я установил демо-версию и при этом ее не зарегистрировал. Ну, просто торопился. И мне она не нужна на текущий момент. Я только для этой демонстрации разворачивал систему, поэтому я не могу сейчас ее опубликовать. Но в этот момент, когда вы это делаете, у вас появляется готовая страница в списке страниц вашего сайта. У нее появляется отдельный адрес. Нет, сейчас без регистрации это не получится сделать. И с этого момента вы можете на эту страницу ввести любой трафик с любых рекламных активностей. И таких страниц можно создать неограниченное количество. С помощью этого функционала мы можем фактически создать мультистраничный интернет-ресурс. Дальше уже непосредственно его развивать. Помимо, напоминаю, того, что у нас есть как основной ресурс, фактически мы можем создавать неограниченное количество лейдингов. Причем этих шаблонов и форматов здесь, как вы видели, огромное количество. Исходя из этого, наверное, подробнее, естественно, как работать с этим инструментом, мы уже рассматриваем в рамках нашего курса полноценного. Сейчас это беглый обзор. Тут в реальности значительно больше возможностей. Но что касается функционала, это вот то, о чем я хотел в первую очередь сказать. Давайте обратимся к вопросам, слушатели на вебинаре. Хочу еще показать одну вещь, которую стоит помнить в Битриксе. Это то, что работать с Битриксом вы можете устанавливать его, устанавливать прямо свой сайт к себе на свой компьютер с помощью функциональности, которая называется Битрикс виртуальная машина. Это отдельный продукт, виртуальная машина. Это то, как сейчас установлен у меня сайт. Вы легко скачиваете виртуальную машину прямо с сайта под любую программу виртуализации. Это может быть VirtualBox, VMware, Hypervisor, в зависимости от того, какая у вас операционная система. Под любые операционные системы это можно делать. И дальше, собственно, создаете виртуальное окружение, которое устанавливает демо-версию Битрикса, после чего работаете с ней, создаете новый сайт, создаете сайты с помощью сайта 24, тестируете их у себя на локальной машине, не выкладывая их в интернет. И только после того, как убедились в том, что все работает корректно, с помощью встроенного механизма создания резервных копий, он в Битриксе дефолтный, по умолчанию есть, вы выгружаете уже вашу систему на хостинг, создание в инструментах... Да, кстати, очень интересно то, что тут еще есть облачное решение, но, в общем, охватить все действительно не получается, очень много возможностей системы, курс по Битриксу у нас идет три дня. Резервное копирование, мы с вами создаем готовую резервную копию наших готовых, нашего готового сайта и выгружаем его на внешний сайт какой-то, на внешний хостинг, после чего там его поднимаем. И таким образом мигрировать можно с сайта на локальный компьютер, с локального компьютера на сайт и так далее. Еще вот в связи с тем, что у нас были вопросы по поводу того, чем CMS-системы кардинально отличаются от, например, тех же лендингов, кстати, я думаю, что те, кто знакомы с конструкторами, точнее не с лендингами, а с конструкторами, они, наверное, видели, что у большинства конструкторов именно такая технология используется. Это блоки, это страницы, которые собираются из готовых шаблонных блоков. То есть здесь фактически Битрикс внедрил в себе внутрь, по сути дела, готовый конструктор. Но какие достоинства, преимущества принципиальные, например, я вижу, например, то, что у вас есть полный доступ, как я уже говорил, к файловому менеджеру, с помощью которого вы можете, опять же, иметь доступ к исходному коду каждой страницы, редактировать, вносить какие-то изменения. Полностью подконтрольна вам система, в отличие, опять же, от тех же конструкторов, где вы не имеете полноценного доступа к исходному коду, точнее, вы его там вообще не имеете. Ну и ряд определенных дополнительных возможностей отсюда рождается. Кстати, у Битрикса файловый менеджер, как вы видите, прямо вшит в систему. Это, кстати, редкое явление, ни в одной дефолтной системе, ну какой, ну, например, WordPress какой-нибудь, нету готового файлового менеджера, то есть его можно устанавливать только с помощью каких-то отдельных плагинов, офис коробки, его там нет. В Битриксе все это есть по умолчанию. И дальше, после того, как вы создали вашу страницу, она у вас здесь появляется как конкретный какой-то файл, с которым вы дальше можете работать и как PHP, и как HTML, и как текст, и просто просматривать, ну и так далее, там, подумать. Попробую открыть LP-индекс, что будет, если я открою LP-индекс. А хочется что-нибудь хакнуть? Нет, к сожалению, это как раз адрес того самого сайта, той самой страницы, которую я делал, но поскольку публикация не удалась, то она и недоступна, что, в общем-то, корректно, что, в общем-то, правильно. Как подключить Битрикс к бэкэнду? Смотря что имеется в виду под бэкэндом, поскольку вот фактически то, что я сейчас показывал в разделе администрирования, это бэкэнд самого Битрикса, тут надо уточнение добавить, что же под бэкэндом подразумевается. Да, как добавить лендинг на другой домен? Это вот распространенный вопрос, но вот единственное, что создание лендингов на других доменов уже потребует, пусть и не очень кардинального, но вмешательства в исходный код в файл на сервере нужно создавать будет определенные сим-линки. В Битриксе есть технология мультисайтовости. Вообще, если вы зайдете в список сайтов Битрикса, то вы увидите, что вот тут вот сейчас у меня один только сайт, но как только я авторизуюсь или активирую лицензионный ключ, я смогу создавать, публиковать страницы, здесь появится список тех страниц, как сайтов, которые я создал, а после чего у каждого сайта есть привязка к определенному домену, вы это можете указать вот здесь, вы можете это указать вот здесь, но этого недостаточно, нужно будет еще дополнительно обратиться к разработчикам, технология называется мультисайтовость, они очень быстро настроят вам сервер и Битрикс так, чтобы ваша страница или ваш раздел сайта откликался по какому-то другому доменному имени. Но еще раз повторюсь, здесь небольшие махинации, манипуляции вполне стандартные, но манипуляции с настройками сервера понадобятся. Можно поподробнее про инструменты SEO? В Битриксе модуль SEO существует как отдельное решение, которое было разработано вместе с компанией Ашманов и партнера когда-то в свое время, с тех пор разработчики Битрикса актуализируют постоянно этот модуль, то есть они его дорабатывают. Модуль, соответственно, представляет из себя такой большой спрут, который разбрасывает свои поисковые оптимизации, этот модуль называет. И вот, как вы видите, уже 19-я версия его вышла, то есть несмотря на то, что на сайте по-прежнему заявлены новинки, в 18-й версии в реальности Битрикс очень активно обновляет модули, не все, конечно, но в частности вот поисковая оптимизация уже даже не 18.5, а уже даже 19.0 вышла. И SEO оптимизация пронизывает все функции Битрикса, подробнее об этом надо рассказывать очень долго, но в частности прямо на уровне инфоблоков есть возможность однократно настроить параметры, которые необходимы, чтобы выводились на страницах с товарами, например. И все основные поля, которые интересуют обычно оптимизаторов, это Tideplay, это Description, это H1, H2 и другие альты, будут автоматически браться из описания товара, например, и таким образом с точки зрения контентного управления модуль будет делать все необходимое. Кроме того, на уровне создания каждой страницы в Битриксе есть возможность менять опять же все метатеги, все интересующие оптимизаторов параметры. Сейчас я ее вот так уберу. Изменить страницу, заголовки и свойства страницы, инструкции для роботов, для поисковых и так далее и тому подобное. Функционал SEO-оптимизации есть прямо как готовый инструмент анализа страниц для анализа страниц под продвигаемые запросы. Сейчас у меня эта страница не наполнена контентом, поэтому здесь никакой оптимизации пока невозможно выполнить, но тем не менее. Это если вкратце про возможности Битрикса с точки зрения SEO. Еще раз хочу сказать, что этих возможностей очень много. Я показал только наиболее яркие такие. На самом деле, как только начинаешь знакомиться с созданием страниц на Битриксе, видишь, как элементы вот этой SEO-оптимизации проникают везде. То есть они появляются вдруг как, не знаю кто из табакерки, в любых моментах, на любых шагах, и это здорово, потому что для оптимизаторов тут все возможности есть. Вопросы из аудитории. Я вот слышал, что есть у нас слушатели, кому вообще хочется понять, зачем его использовать этот Битрикс. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Можно рассказать про структуру? Что именно структуру? Ну, обычно на сайте он пишет, что заголовок, основная формация. На самом деле это все, ну, понятно, да. Вот мы тоже видим сейчас такой пример, когда у нас вполне достаточно такая клишированная структура. Это заголовок, хедер, это левый сайдбар, правый сайдбар, основной блок и это футер, то есть подвал. В общем-то, ничего плохого в этой структуре нету, и, как правило, в основном все сайты примерно так и структурированы, но в Битриксе, как и, в общем-то, в большинстве CMS используется шаблонизация. Шаблонизация – это инструментарий специальный, который в каждом движке решается по-разному. Это, по сути дела, возможность перевести дизайн-макет в программные PHP-скрипты таким образом, чтобы в дальнейшем вам не пришлось каждую новую страницу создавать полностью самостоятельно, вручную, с помощью программирования. В Битриксе шаблон вы можете создать любой, то есть все будет зависеть от того, какой у вас исходный дизайн-макет и кто у вас верстальщик. Поэтому в реальности сайты на Битриксе могут выглядеть как угодно. То есть у Битрикса самого как такового нету никаких ограничений с точки зрения шаблона. То есть вы можете создавать самые нестандартные типы дизайна, и они могут быть переложены на язык шаблонизации Битрикса, и дальше уже непосредственно вы будете иметь доступ через визуальный редактор к редактированию чего угодно. Вот, например, у меня телефон изменился, я всегда могу изменить телефон. У меня изменилось какое-то описание что-то где-то, например, новости, какие-то пункты меню. Я всегда каждый элемент могу отредактировать. Здесь вот у меня 2014 год меня перестал устраивать, я поставил 2020 год и нажал кнопку «Сохранить». Все, изменения внесены. И при этом то, что я сейчас сделал, произойдет не только на этой странице, не на одной странице, а это произойдет на любых страницах этого сайта. Видите, да? То есть таким образом эта вот шаблонизация помогает минимизировать какие-то усилия для поддержки сайта в актуальном состоянии. Вот, изменить телефон или что-то еще, это буквально 4 секунды у меня заняло. То есть любой элемент контента может быть изменен за 2-3 клика и для всех страниц сайта. Очень многие сайты создаются сразу на нескольких шаблонах. То есть создается несколько шаблонов, например, для одного раздела один шаблон, для другого раздела другой шаблон, тогда у вас вообще появляется бесконечное количество вариаций, возможностей по шаблонизации. На всякий случай, ну так, ради ответа на вопрос, кому было интересно, что такое шаблон, это фактически, если уже серьезно в него влезать, то вот, собственно говоря, один шаблон. То есть для тех, кто уже собирается там заняться разработкой на битриксе, пожалуйста. Но CSS, пожалуйста, редактируемые, footer, header, php, файлов, которых можно изменить основной верхний блок, основной нижний блок, ну и так далее. По поводу бэкэнда имелось в виду подключение базы данных. Ага, надо в полученном битриксе, вставить свой php код. Вообще, например, если подключение к бэкэнду подразумевает, если подключение какой-то своей базы данных, ну, например, это вот используют как раз интернет-магазины в большинстве случаев, в этом случае в базе данных хранится, например, это может быть 1С предприятие, либо какой-то другой продукт, в базе данных может храниться товарный каталог ваш, со всеми вашими товарами и описаниями интернет-магазины на базе битрикса. Это один из самых распространенных видов вообще сайтов в Рунете. Вы имеете возможность, благодаря тому, что компания битрикс – это компания 1С битрикс, как вы понимаете, у них максимально большие возможности по интеграции с решениями не только 1С, но в основном 1С, конечно, поэтому там есть все из коробки, есть готовые модули, которые интегрируются с базами данных. Вы можете смело подключить любую внешнюю систему, например, с каталогом товаров, либо еще с чем-то, которое будет автоматически выводиться, контент, который будет выводиться на странице сайта. Несомненно, это уже потребует все-таки, тем не менее, определенных усилий разработчиков, потому что интеграция даже из коробки, она все равно, как правило, обычно, как правило, кастомизируется под конкретные задачи, под конкретный товарный каталог или под конкретный сайт. Так что возможности эти полностью присутствуют, но требуют определенных уже компетенций специалистов, хотя и из коробки – это как настройка этого минимальна. Сайт битрикс может быть интегрирован с любыми системами CRM? Да, как вы, опять же, какие я уже говорил, у битрикса есть решение, которое они сейчас очень активно продвигают на рынок. Это решение называется битрикс24. Кстати, не путайте с сайта 24, то, что я только что показывал, это совсем другой продукт. Битрикс24 – это как раз… Ну, все-таки нельзя сказать, что это CRM, но это комплексное решение для организации работы в компании, и в том числе там есть, собственно, вот даже готовое решение интеграции интернет-магазина с CRM-системой. То есть можно интегрировать с битрикс CRM-системой, можно интегрировать с внешними системами. Вообще, что касается интеграции, у битрикса, наверное, одни из самых мощных возможностей благодаря коробочным, как я уже говорил, коробочным возможностям по интеграции с 1С, но и с любыми другими системами, поскольку механизмы импорта-экспорта у них стандартные, то есть никаких специфических инструментов не используется. Окей, больше вопросов я не вижу здесь. Время нашего занятия, время нашей встречи подошло к концу. Я постарался очень сжато и коротко, но показать наиболее серьезные и интересные вещи, которые, мне кажется, должны привлечь внимание интернет-маркетологов и владельцев интернет-ресурсов к битриксу. Во всяком случае, в последних его изменениях. И если больше вопросов нет, на этом сегодня тогда все. Спасибо. Ждем вас на других наших семинарах. Благодарю, Оксана. А в битриксе есть защита? Без системы безопасности? Их там 13 штук. Каждая из 13 штук – это отдельная система. Вы можете их видеть прямо в админке. Здесь вот есть в разделе настройки отдельная производительность. Вот тут вот десяток. И отдельно специальный раздел, который связан именно с безопасностью. Это называется проактивная защита. Вот они здесь все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Я не ошибся. То есть и каждая из этих функций – это и антивирус, это и фаервол, это и готовые многоуровневые авторизации, контроль целостности, сессионные защиты, защита от перехвата сессий, и от фишинга, и от фреймов. В общем, какие только есть основные системы, способы, точнее говоря, взлома, здесь под каждую из них есть свой инструмент, и причем настраиваемый, кастомизируемый. С точки зрения безопасности, наверное, нет ни одной другой CMS на рынке, которая бы из коробки готовыми предлагала такой перечень решений. Дело в том, что поскольку Bittrex платная система, то если происходят какие-то взломы, то это очень серьезно и больно бьет по репутации. И поэтому в Bittrex очень серьезно к этому подошлись. Уже давно, много-много лет, все это внедрено прямо в готовое решение, прямо на уровне защиты от DOS, даже с помощью, правда, внешних партнеров, но тоже реализуется. Все есть. И случаи именно взлома Bittrex, они все-таки редки при правильном администрировании системы и настройке сервера.